Так, ну что ж, здрасьте всем, 22-я, Малиновка. Почему Малиновка? Потому что Суворовская, что там мне в конечном итоге что-то вообще не зашло. Ну не то, что не зашло, а почему-то там, блин, вот все равно с фпсом там какие-то проблемы. Вот не знаю, хоть ты тресни. Тут, блин, уже 620 часов наиграл. Запись сюда немножко фпс сейчас будет скакать, но без записи тут везде 75. Там, блин, проезжаешь возле коровника, падает фпс, проезжаешь, на базу проезжаешь тоже. А это что такое? А, ну какие-то шлейфы, что это, комета какая-то летит, блин. В общем, как-то так. Короче, Суворовская пока, скорее всего, не буду больше проходить. Я сейчас делаю упор в основном на Малиновку и на Калиновку. Тем более там скоро обновление выйдет, надо будет посмотреть. Надо, не надо будет начинать новую игру, а то опять скажет, надо новую игру начинать. Что у нас тут по изменениям? Это поле я уже посадил, здесь посадил. Вот у меня только вот это поле осталось не посажено, вроде бы как. А, здесь я хочу эту свеклу посадить. Здесь я специально все обработал, все сделал, немножко поле уширил. Хотел его сделать шире, но, блин... Слушай, а я бы мог, конечно, вот так вот сделать. Но я хотел вот где-то вот досюда и вот так вот сделать. Но потом мне сказали, нет, это не твой часто, потому что иди-ка ты лесом. Сегодня у нас какие планы? Ну, так, что у нас получается по всему этому делу? Здесь нормально. Здесь, получается, уже посажено было это поле купил. Так, здесь нормально. Ну вот, есть только вот 21 поле начать посев. По технике что у нас тут? Все то же самое. Так, камазик. Тут, в принципе, я немножко... Ну, тут вроде бы и без изменений. Там вот только овцы, кстати, на бутовец сейчас купить. Здесь вроде бы все так же. Там прицеп, прицеп. По-моему, какие-то еще поставил производство. Не производство, а этот. Буквально вчера вышел. А, вот, получается, теплицы тут. Компост мод я, получается, удалю, потому что вместе с этими теплицами как раз-таки компост мод идет отдельно. Там плюс еще и силосная яма поудобнее. Комбайн. Ксерон, конечно же. Как же без него? Кировцы все к чертям снес, потому что они как телеги в поле ездят. Лесные производства тоже некоторые. Как некоторые. Вот эти оба, получается, на поле ты на это удалил. Здесь, получается, лес выпилил, но его еще не вывозил. Прикупил, получается, мазурик. Здесь поставил молочку вместо... Здесь вроде металлическое было. Но я специально зашел и продал производство, которое мне... Да, блин, не нужны были. Иначе бы деньги хорошие просрал. Там у нас стоит производство пилет, потому что в этом сезоне я хочу пилетами... Да что такое? Пилетами позаниматься. Это пока у меня тут стоит. Это мы все знаем. Мазурик, получается, такой. Он, кстати, хорошо с этим прицепом сочетается. Кирован. Кирован чисто у меня на коровнике будет работать. МТЗ-шка. МТЗ-шка рядом с Котопиллер С9, кстати. Вот он. Ух ты, в наушниках звук приятный. Мод этот, получается, от 3 гады моц. Как писалось в описании, у него нету только шлангов на радиатор, что-то там еще. Моделька такая... Ну, тяжеленькая, так скажем. А сам по себе аппарат то, что надо. Так же 390-ка был. В принципе, тут больше ничего не поменялось. Сюда бы еще добавить такую декаль Котопиллер. А, не Котопиллер, а КАТ. Там ЕМЗ, а здесь КАТ просто написать. Ну, если вот эти вот боковые не открывать, то, в принципе, неплохо смотрится. Но я думал, у него, наверное, побольше лошадей будет. По звукам тоже, кстати, приятные. Да, вот тут... Вот тут у меня что-то... У меня вот подозрение, что вот этот аппарат мне еще в ФПС садит, блин. Ай, вон, он все равно арендованный. Я его просто взял посмотреть. О, здесь такой звук, воющий, как будто я на этом... Как это? Суперчарджер, по-моему, называется на этих доджах, хелкатах. Мод, если что, 3 гады мод. Так что, как-то так. Так, а, ну все, получается, технику мы все посмотрели. Что у нас по бушной технике? Ничего интересного. Мне нужна, получается, сейлка. Ну, сейлку, как всегда, арендовывать надо. Блин, сейлку надо какую-то такую прям от души взять. Вот никогда не брал вот этот титан, но, скорее всего, его не получится использовать на том поле, потому что неровность. А у него же, получается, эта стойка, она прямая. Она не будет, наверное, рельеф повторять в некоторых местах. 9 метров. Ну, в принципе, вот, конечно, хороший вариант. Но у него тоже получается, да? Блин. По-хорошему бы скачать какую-нибудь сейлку. Вот эту сейлку еще не разная проба. Тем более у него вот стойка, вон какая. Так, 200 лошадей. А, 200 лошадей. Ну, в принципе, как раз 3 МТЗшки. Чисто в аренду, конечно же. И одного тракторишку можно поставить вон с Амазонкой, например. Или вот с такой вот. Так, ну что, арендован-то, да? Арендован. Дополнительный вес. А, да, дополнительный вес. И сколько он дает? Полторы тона. Нормально. Ну, просто это все из ДСшки же. А то, блин, какой хрен эти ДСшки брать, если, блин, не пользуешься этим даже. Так, она получается, да, все нормально. Садим, как всегда, пшеницу. Хотя в том году я пшеницу садил. По идее надо, как он там, севооборот, все такое. Так. Блин, надо бы тут... Можно, в принципе, класс тут пустить, и пусть сам работает. Как бы с разворотами тут проблем не будет. Да, давайте таки сделаем. А, сейлку, ой, сейлку. Еще фишка такая, как с опрыскателем. То есть, где ты удобрил, там она уже кидать не будет. Вот что мне еще понравилось. Но она как-то работает непонятно. Сначала одну сторону постоянно выключает, потом нормально. Что-то, как будто такое ощущение, что там три положения. Ну, то есть, три режима в этой работе. Так, противовесно, наверное. Блин, для этой фигни, скажем так, там 70к был, всего надо. Я вот думаю, а на кой хрен мне... Можно, в принципе, арендовать какой-нибудь трактор, да и все. Вон, 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 массивергисон. Вон, 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 вон. у каждой техники смотрю по-разному пределу получается прогрева начальник еще кстати у меня был случай работаю получается на мтзшки бац заглох блин и что-то как-то странно стал заводиться и как-то ехать смотрю расход у меня обычно при работе 150 180 литров а тут бац 400 420 блин приезжая делают его и говорит у тебя там свечка одна накрылась не свечка как-то по-другому называется так на уже есть 32 литра конечно мне вот это вот немного смущает надолго ли хватит этого дела не знаю мне мариновка принципе не надоело она такая конечно она чем-то мою местность напоминает где живу может поэтому нам ничего не нравится кстати деревья блин выросли и что-то знаете как-то даже жалко их вырубать ты с одной стороны надо потому что лес на карте потихонечку кончается на на самом деле где-нибудь еще садить уже лес так это у ничего рабочее положение а я получается в рабочем положении все время то ездил ну видали вроде как они уже все на последней стадии рост прям красота такая столько леса блин и fps даже не падает сейчас наверное будет под лагерь потому что вчера я еще обновлял драйвера зашел geforce experience там связанные с настройками нет не experience а этот панель управления хотя там кое-чё хайлдайверс поменять в плане вертикальной синхронизации бац говорит ну-ка авторизовался бац обновление драйвера блин я думаю что такое блин уже почти месяц драйвера не обновляюсь обычно nvidia блин чуть ли ну как игра какая-то выходит такая обновление выходит но заметили смута вышла вроде как никаких обновлений не было что странно потому что игра вроде бы даже на выкарова это в стиме даже нету я вчера у купленого посмотрел стрим ну то что он говорил на самом деле да так она есть хочу я как-то тут айтенера закрасил так криво блин сначала уже нужно специальным аппаратом пройтись картофельная овощная вот вот этим делать бороздка вот так можно было конечно взять вот этот и сзади его подцепить как раз таки вот эту маленькую я так понял ну я хрен знает ну а для чего она еще хотя с одной стороны вон так те тут будет подключаться тут как бы вот идет сюда а здесь ты чё здесь нарчит другой на цеплять не знаю я не пробовал просто случайно заметил и фигня такая так запускаем а вон как а смотри я как раз вроде бы по бороздей туда правильно это получается а так смотри расход там какой маленький сейчас одну проходку сделаем и дальше работнику запустим ну я говорю красота ну тут уже ничего не поделаешь хотел еще 30 купить но потом подумал да в принципе зачем она мне как бы текущей техники хватает сейчас опробуем катапиллер ну в смысле мтзшку 35 с ц9 я думал там будет душ идея 400 уж с этим катапиллером иначе какой смысл ну хотя наверно может он надо будет посмотреть еще какой он наверное автор там переделки ничего такого на я не прописывал в плане расхода хотя кто его знает может и прописал мне-то откуда знать просто случайно бац смотрю блин а вот эти вот кусты блин вдоль поля прям не нравится так бы поле было побольше прям до воды можно было сделать я тут все выпилил даже специальный аппарат арендовал потому что между кто-то я помню писал типа будут зачем ты деревья просто удаляешь они такие бабки приносят ну слушайте и правда пимка не полностью где-то там по моему не помню где-то 30 купов максимально был паштам грузоподъемы все-таки есть где-то вроде бы миллион как раз медали это при том что сложность высокая аппарат как раз таки использовав я вот этот вот 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 этот да вроде бы его используя его можно получается к любому грузовику седлом подцепить то есть берешь там или камазик седлом или еще чего-нибудь чуть длинно тут вообще вон аппарат еще какой тут он даже движок видно тоже кстати панк это пиллер какой-то ну раз желтый на желтый же панк катапиллера хотя может еще чуть и он кстати вот эти вот аппарату очень хорошо затягивают бревно они кому-то прилипают и обычно же как они вот так вот падают и все и не тянет них придет приходится постоянно этим захватом так подбирать и а тут он прямо и все нафиг ну конечно если огромные сучки там все такое то ему тяжеловато а это по моему аппарат с этого османа что ли взят вроде да это он 8 тонн я не знаю этого грузовика седлом нет чтобы поставить на мазуре кстати идеально подошел прям болит супер пупер скачивался официальном сайт 1000 разделе эти лесные инструменты так а дальше ты сам товарищ никто тебе не мешает вон чтобы разворачивался нормально вот он может вот тут немного тупить ну ладно так время ставим на пятерку потому что у нас вроде как два месяца на посадку пшеницы такой непривычный цвет так учу берем не 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 катапеллер сразу полный привод противовес нам еще какой взять и все-таки немножко фпс подсаживают да чую там потом в комментариях кто-нибудь найдется вот блин переделка ересь отсылка к вархаммеру блин я сейчас вообще на самом деле ферму не так часто захожу суворовская вообще давным-давно не заходил просто уже надоели тепли падение фпс а практически везде здесь на то что техника ну и плюс у бс к ухта да ладно еще и не вся гидравлика получается да ладно чё поделаешь мтз комбе по моему единственный трактор у которого сейчас только гидравлических выходов был план взять этот фэнд но потом подумал да нафиг мне он нужен блин вон ух ты зашка есть на кстати по расходу вам расход больше не каза но это в поле а вот посмотреть ну я им зашка меньше жрал дай точно пуск хочу я сюда поехал то блин между телеском стоит не помню только семена там есть нет надо бункер сам выбрать здесь получается удобрения и эти да блин а у меня удобрения где-то а у меня уже удобрения производится добавим скачал получается другое производство удобрений которые получается более так адекватно мне кажется ну плюс вот этот мод который как бы водопровод по всей карте проводит это тоже круто что с водой теперь вообще никаких проблем нет известь навоз вода и удобрения пожалуйста он уже 22000 потому что удобрений капец какой дорогой ну и плюс дегистат чё еще по производству меня получается это я потихонечку вывожу надо вот эти вот водонапорные башни еще удалить само производство оставить ага а чё них картофеля нету елки-палки у меня же картофель по-моему где-то был так тут потихонечку производится хлебушек были на будут газе какой-нибудь скачать чтобы хлеб возить может как раз так тут от вики одинцовые как раз подойдет на будут потом попробовать так погнали это у нас жидкое удобрение здесь что у нас семена семена были на а вот один мешок удобрений блин один мало а здесь чё у нас а там пусто подожди а где мне еще удобрения были а удобрения минер в удобрялки самой остались ёлки-палки ну там наверно мало их хотя хренов знает не помню честно чем больше расходуется удобрение или семена сейчас посмотрим но пока можно и здесь загрузить не обязательно час пустым ехать на поле так подожди отчетом болин я наверно рано поперся туда паш ну паш вроде бы норм ну паш можно раскидать после ну-ка подожди сейчас по быстренькому ты пыхнемся ну хорошо хорошо это неплохо тоже хорошо так вот в этом месте на посмотреть еще в принципе нормально а по земле чё у нас тут так суглинок ну в принципе на модель к счет у меня вон какой блин такого к счету меня никогда не было в жизни были все прогрелся так теперь вопрос где семена где удобрения наверно где больше а то и больше будет расходоваться наверно хотя на ряд хрена себе так быстро сожрал так хочу у нас там класс то работает потихонечку работает молодец у нас тут уже на улице весна конкретная вчера аж плюс 15 вроде было все капец как подтаяло как речки открылись были по улице как речки местные поширили лужи грязь все так резко прям началось блин этой силкой еще ни разу не пользуюсь а вот как пишем что это все нормально сколько тебе там надо засыпать то ёлки-палки блин у меня по моему еще прицепе как раз таки скачал опять-таки вот этот чешский с этим с винтовым вот его надо почаще еще использовать а то так вот с мешками постоянно таскаться по всей карте хоть у меня есть мою мазурик этот урал но лучше конечно использовать так вот с трактором блин надо было все-таки какой-нибудь маленький трактор взять денег конечно не так много осталось после всех этих изменений и чё чуть блин не хочет высыпать можно переключить выбрать семена но это не то автоматическая чистота села семена редька права тимофеевка тимофейку пера слышу титул закрыт тышь какие добавить и чё высыпать будем нет или надо повыше поднять а можно принципе порвать на вот смысле она чё без удобрений что летит лучше получается вот так не хочет засыпать как же я за звони люблю блин а наверно если мешок как раз таки отцепить и рядом оставить то наверное вам с хавой того так скажем ну-ка то есть так подожди сейчас сколько тысячи до грубо говоря ну как удобрение это это как понять здесь чё разрабы получается забыли добавьте раздельный бункера что ли ли чё потому что все оба бункера видите под удобрение ушли а содержание выбрать нельзя то есть этот получается другой бункер тысяча сорок четыре интересно а они получается чё блин отсюда я не посмотришь но не нет но не по идее должны быть соединены чё тут фигня какая-то получается так значит потом придется раскидывать самому а это что удобрение так разбрасыватель у меня тем более есть так что никаких проблем значит только семена странно как-то или то явная недоработка или так и должно быть а если это так не должно быть то почему это до сих пор не исправить вот в чём интересно так а это чё у нас и здесь как раз в принципе сейчас она менее нужна ну я хрен знает сколько мешков высыпать конечно ну блин наверно можно в принципе побольше высыпать можно все три оставшиеся там сколько а 2 даже осталось интересно высыпая в один бункер исполняется еще и другой не знаю меч от кажется что это парк какой-то так мне кажется не должно быть в одном скорее всего семена а в другом удобрение а а тут какая-то фигня получается думал конечно еще поменять gcp на русельмаш но потом думал да зачем в принципе gc бишка тут хорошо справляется так чё у нас там блин только не говори что семена кончились да кончились да ненадолго хватило наверное вот тут как раз таки надо будет использовать этот аппарат точнее прицеп с винтовым этим ну да вот с такими малюсенькими контейнерами конечно тут можно было сделать хотя бы передний бункер хотя вот этот шланг подожди ка вот этот шланг он наверное соединяется с передним бункером да то есть подожди может теория могу использовать передний бункер с этим аппаратом так где это у нас получается ну-ка в сочетаниях а тут ничего нету давай попробуем но скорее всего если бункер сам не поддержит эти 7 а ну подожди просто семена ну это марка другая а здесь у меня есть какая-то другая еще а если от сажалок вот эти сажалки кстати пробовал блин детализация будь здоров и фпс тоже чуть-чуть подсаживают а тут ничего тут известь сажалка с известью это как так первый раз такое что-то вижу блин ну как вариант только вот этот бункер попробует но вообще не факт что получится может он его будет видеть блин ну можно попробовать ради интереса давайте попробуем так мне кажется что не будет он шланг цеплять потому что вон шланг висит он же по идее должен соединяться еще и с бункером а наверно тогда в этих маленьких контейнерах тогда может туда бы а скорее всего удобрения будет это наверное шланг для удобрений ну попробовать стоит сейчас попробую но вряд ли конечно две разные марки будут коннектиться ну просто для больших полей вот такая сейлка блин ну это вообще ни о чем три каких-нибудь ста гектарных полей то прям ты нужно поставить что при этом с тобой трактор с семенами ездил так что попробуем сейчас ну мне главное что меньше 60 не падает без записи тут везде блин стабильный фпс плюс еще моды опять капитально почистил прям капец как капитально на будущем моды обновить потом так это у нас перед получается да а видишь только подожди а может шланг так подцепляется нет не цепляется ну-ка семена подожди подожди это он получать с передней муки указать да ладно видишь он их воспринимает так именно только получается шланг не появляется ну то что две разные марки наверное из этого ну-ка поехали попробуем блин по идее сейчас конечно надо а по идее он должен опускать эту переднюю часть но работник я не знаю будет не будет опускать ну сделаю вид что шланги есть может быть они и коннекции за самого трактора может трактор не поддержит может две разные марки из-за того что не поддержит не знаю подожди а сами сажалки то чуть я не посмотрела ничего вообще а не вон получается чудо то есть по идее надо специальный аппарат который сойдет как раз ты тут такую свеклу но чем вот это вот свекла отличается от той свеклу который садит по обычной технологии мне вот это вот непонятно это уж надо конкретно в угрономах спрашивать может сама технология посадки с этих борозды блин вот это вот вся фигня не знаю короче ладно сейчас попробуем я там конечно не заглушил телескоп блин у этого класса расход вообще ни о чем такое ощущение что там блин занижен больше 90 у меня пока не было у него расход просто вообще прям почти ни о чем ну и звуки у него подозрительно такие же как и у этой 35 да где я там прошел вон заметили кстати удалил эти вот как они вязи вот эти вот американские как то посвободнее стало на карте как то она по другому деле даже воспринимается блин а то едешь в каком то туннеле как будто ну-ка чуть-чуть наверно в сторону а блин а я думаю что такое бесконечный семинар что ли ну блин согласитесь полторы тысячи литров и 32 литра всего блин мне кажется он с таким баком сейчас полностью все поле засадит беспокоить меня даже не будет жалко что шланги и почему разработчики не добавили отдельно ой не отдельно а вообще все это дело контр в работник правда не знаю будет не будет опускать ну ладно сделаем вид что он есть ну этот же шланг получается тоже как идет на выдавку ну да получается вот же эти шланги идут отсюда из этих коробочек сюда все это смешивается вентилятор вентилятор уже дальше все это посылает а здесь просто более большие объем поступает ну-ка опускает вот это хорошо пользуйтесь если че я сам если честно только сейчас до этого доперл как шланг увидел так а тут уже все да тогда по идее надо заправлять тот прицеп со шнеком все а мы погнали ух что-то у caramel тут давить так это даже он какую кочку схватишь и все блин к на дискам она точно поднят это волен капец очень такое а это надо опять пункер выбрать ладно погнали параллельно 1 конечно еще одну запустить силу желательно на весну как раз таки обычную тридцать пятку можно по моему в той тридцать пятки такие крупных звуков передач не было но слушай пока но чуть-чуть расход выше мне кажется ну или в поле посмотрим просто когда я работал с этим вот аппаратом который борется создает он где-то 180 200 литров жиром всего тут у него максималка конечно повыше 45 км в час или 46 у меня 40 хватает по такой карте особо не погоняешь да и зачем не знаю конечно откуда автор взял этот катапиллер скорее всего с какого-нибудь наверное гусеничного трактора наверно может приняли с какой грузовика просто помню вроде быть сидеть в адреске на какие-то грузовики ставился уж не помню на какие-то на какие-то точно счет это сеялка прям но у меня никаких модов на физику нету ночью там прям были очень низко находится 7 может семян не стоило так но пять кубов это не так уж и много на самом деле потом пресс конечно все это дело удобрять в принципе с такой удобрял кай пока если честно непонятно экономит она не экономит блин нет надо с какой-то другой удобрял к сравнивать вот это м5 или как она так вроде больше нас ничего такого по ферме не происходило потому что особо ничем не занимался только переспределял ресурсы так скажем плюс там но это я уже рассказывал тоже дерево петок 34 минуту жена потихонечку сейчас начнем другую тридцать пятку сейчас сюда пригоним возьмем какую-то другую силу желательно веснуем надо конечно какой-то маленький трактор сеть просто чтобы был хотя у меня есть еще кировица я не смогу про и блин там некоторые деревья прям на этом на поле стать надо было кстати двойные колеса поставить на него я уже не смогу потому что на рядов так сама украина ли они начну а начну наверно вот так вот чтоб ширины хватало все остальное потом на весны будем наделать а смотри когда в рабочее положение он намного выше затирает круто то что боком наверно стал из-за этого можно вы карман 9 метров 9 метров вкл так опусти нельзя да не смотри в принципе в работе вроде мне кажется расход точно такой же может чуть поменьше непонятно плача сбору пойдет посмотрим блин наверно тут можно было все таки взять и те сил которые на 12 метров хотя вот там вот на верху куда он делать я вот этого там наверно выставку фигула да чтобы это нормально проходила так после посева надо будет сразу или может не проходить если я просто все поле завью гербицидом это на и к счету то не повлиять и то чтобы я прям гонюсь этим к счету в принципе нормально идет работе какая же с таким аппаратом наверно даты получится поставить есть конечно по краям поля пройтись наверно будет нормально разворачиваться с навесты вообще нет проблем он поэтому и надо час арендовать какой-нибудь трактор и силу к но если брать только вот эту но за до 90 к был или вот вот это вот 6 метров 120 к был тут может тоже взять 35 например или вообще не париться и самому потихонечку садить без никакой либо там аренды но и в будущем наверно надо будет все таки да даже наверно следующий пассив брать уже наверно точнее не братья покупать свою силу 9 метров отчет у нас то насколько 5 4 она и стоит как эти 3 да тут хотя бы вон это получается показания то есть это пропавший сорняк показать где я прошу да тут принципе так видно где прошел где не прошел так вот тут еще вот эти вот вязи тоже поудаляки херна тут конечно ну в принципе нормально разворачиваться наверно этот мод уже скоро появится на всех модовых сайтах потому что я сам случайно буквально утром в ленте обнаружил так что или заходите в эту группу дригадам отзыв так тут наверно можно еще проходку сделать то что по краям на потом уже буду за кадром отбивать на этой карте я не буду там я буду максимальной за кадром и так и сяк основное прохождение как у нас по этой карте уже закончилась здесь я уже чисто как бы для себя работает больше так что и не факт что серии будут часто выходить по этой карте сейчас основной упор на калину там конечно надо леса очень много выпилить чтобы у вас нормально стал в основном до вчера еще кстати французскую карта 1 смотрел на официальном сайте на 800 и добавить весьма неплохая местность такая же примерно как и здесь таким перепады дороги дома дороге вообще классно сделал база так интересно тоже сделано болит но чё тут именно на базе немножко фпс падает ну и плюс я понял что надо все-таки менять материнку и процессы но ты не знаю подачу сейчас нормальная материнка получается у которой я именно хочу это т.м. сайт намагавка что-то там но если брать то принцами посудите один раз и чуть хорошее там считает стройные вай-фай и тайп си выход но на самом деле это при ну если так подумать нафиг не нужно все это или гигабайт исход за 12000 сейчас еще же такая фигня на озоне ну то есть не на озоне вообще везде это беспошлиный ввоз же что-то там короче с 1000 евро до 200 то есть если бы я сейчас брал вот эту 3060 мне бы пришлось еще из-за таможню доплачивать 2400 ну это так на зоне написано посмотрел по моему 30 90 или 40 90 я смотрел там по моему таможенный платеж вроде 40 что ли тысяч было короче жопа полностью на страны то есть с импортом как раз я еще просто приглядал в этот пика 4 но если аппарат например местный то в принципе никакой таможни и этих платежей но он и на порядок дороже так что в принципе а вовремя но хотя что-то 2400 и так уж и много из так подумать я уж не представляю сколько там за iphone например надо будет доплатить хотя они все же и как типа место что-то такое да теперь блин бешеных бабок будет стоить цены автоматом будут выше ну плюс наверняка есть процессор какие-нибудь там дороже 20 косарей там были на капец как дурго все это так чё у нас тут вот работает так а здесь чё тоже работает это потом я уже за кадром буду вот здесь тоже за кадром сам пройдусь можешь попробовать работника запустить чисто посмотреть как он вообще будет мне просто интересно так а пока давайте-ка заведем вот этот емзи ну-ка получается чё там у нас а вот получается про вот эти вот так вон на радиатор получается отсюда вот сюда ну да в принципе блин этот емзи такой здоровый капец что-то этот катапель такой маленький квадратники тут блин бандура такая стоит на ведь так бред если он нормально развернется то можно будет арендовать например вот это вот даже нет мне даже нужно арендовать даже прямо сейчас нужно арендовать и чисто хотя и не хотел же блин хотел сам давайте посмотрим если развернется можно принципе арендовать и самому вот тут пройтись да кстати хорошая идея может даже такой бы ладно возьму такую или может взять чем это получается уже да без предварительно то есть сразу можно фигарить ну тогда возьму вот это вот принципе хороший аппарат так да ладно а сейчас он назад будет сдавать вот и увидел насчет загибает все такое блин и жопа будет это как странно но я не теряю надежды как говорится а вот противовес есть блин у меня желательный противовес такой чтоб можно вот жалко что этого мтз нету балансировки колес боли и вот прям немножко не хватает здесь сколько получается он на 200 может хватит двойные колес тут наверно нет смысла ставить на этом мтз кстати тоже не хватает колес как на том же фэнти 800 такие что прям болонищи были болит можно было принц нет кирить меня чисто на коронке будет нам да вот все такое по мелочи короче работник и запустил сразу ппс начал падать сейчас поле приедем нормально уя а чуть-то так быстро прогрелся когда успел вообще так мне пожалуйста семян а чё так мало-то так чё по время-то 44 минуты это удобрение полин а это чё у нас болен и тут удобрение подожди у меня же были семена я помню что в какой-то из серий точно вот тут семена а тут даже кофе до сих пор зависит боли но они же там получается просто на земле лежат зараза это получается мне нужно погрузчик туда тащить погрузчик и вот этот прицеп этот полет надо взять короче ланди можно даже не полно прием так чем-то нормально сейчас посмотрим если бы контуры пробью было наверно вообще идеально бы разворачиваться подожди у меня же та фигня была на суворовском и получается я как раз таки вот этот на 54 в czt использовал по моему снежинку что-то начал тупить какой-то из тракторов чуть-чуть от вереска кто дверь из круг нормально смотри-ка даже тихо так стало при этом учета какой-то звуки немножко другие ставим эту дверь постоянно был открыт проветерить ты решил не мои месяц еще так мы сейчас такие вот подлаги у нее был потому что каждый раз после обновления драйвера всегда такая фигня даже в хелдайвере зашел мне тоже первое время под лаги но если вы вдруг хотите поиграть в эту игру каким-то образом сразу учтите что 6 ядерного процессора будет мало ну как более-менее достаточно но он будет всегда под сотку загружен видях а при этом мне кажется может даже и на 1660 поиграть нормально да он кучка кстати лежит подожди а у меня шпан тут стоял аппарат для производства семян куда он делся чего не пойму так ну и чё развернулся да ладно так как так ну да он конечно больше тут оставлять но он разворачивается едет это вот тут уже начнет тупить вот тут особенно у мига что вот вот эту вот основную часть пробил если пробьет вообще красавчик прям капитальный так так телескоп туда тащить мне желательно быть сразу туда с прицепом приехать загрузить все это дело так а чё не полусиминанты расход не то чтобы большой я не знаю есть спыслов в мешке можешь сразу все это в прицеп накидать этот ковча получается брал для чего а я хрен узнает уже я уже и не помню для чего я брал то блин можно просто взять вот этот но его еще греть надо тащить туда и десяти кубовых кушать зачем-то там на ракучка то маленькая ван возьмем туда телескоп я правда вообще в душе это самое где у меня получается кушать от этого телескопа он вроде бы на коровнике кстати о и кстати я могу цепануть как раз таки за этот телескоп почему-то два этих бренд вот тут мне в принципе нафиг не нужен вот вот этот вот а так он вроде как универсальный на все все равно не нужно что надо вообще удалить вот есть аппарат в паке его можно использовать ванна ландине пока наверно брать не буду что денег не то чтобы а там наверно удобрение зараза да полет 600 литров удобрения участок не поедет а я и забыл про эту фигню блин так надо но до этого он не достанет плановый здесь прямо высыплю ничего страшного потом подберу и раз когда начал использую чуме не высыпает там надо было именно трубу выбрать блин так ты опять они норма странно что он в этот раз вообще не поднимает получается кузов что получается все немножко туда высыпался ладно тогда цепляем ладно поехали тогда пока на коровник за ковшом откажешь потихоньку заканчивать сейчас на раз мтзшка разберемся приедем контуры может отобьем как раз таки и наверно закончим чё следующей серии делать будем блин я вообще без понятия вообще никаких планов нет по идее у меня сейчас только вот 21 поле и все ну и 15 поле а ну еще прикатывать конечно надо бы конечно катки но хотя в принципе 9 метров каток пока пока в принципе эти устраивать блин у меня в принципе все по посадке все закончено кукурузу но в принципе силосная мама у меня полная и столько компост делать можно в принципе по этой заняться новыми теплицами например производстве ну там в основном просто туда-сюда развозить ну или на калиновку пойти как вариант может к тому времени как раз обновление выйдет 30 тут тоже принципе все готово так что ренова знает чем будет заниматься хотел же еще вроде хлопок посадить или этот тростник сахарный учет потом не значит передумал в последнем блин ось только травой заниматься косить хотя где косить подожди у меня же и получается никакого поле с травой то нету я же вроде 16 поле хотел под траву пустить вот блин туши у меня и правда нету травы ну то есть просто банально чтоб траву где-то покосить раньше я здесь полка 7 но потом это поле продал к чертям по-моему до этого я вот тут вроде косил вот разберемся потом ты ковш пожалуйста вот он ковш я можно по его взять тоже вот этот можно в принципе продать тоже и он нафиг не нужен тут тоже можно принципе этот продавать удобрение на удобрение тоже хорошие бабки поднимем там же еще получается поставил эти как его точки продажи ногу маркет потом какой-то супермаркет там еще есть точка продажи от билет что-то еще блок и . продажи производство майонеза у меня сейчас плюс стоит поэтому я столько подсолнечника посадил хотя я не знаю что ты на подсолнечник не знаю массово этот майонез лучше не лучше но майонез все покупают ну блин я не знаю вряд ли есть люди которые вообще майонез никогда не употребляют раз год наверное я знаю и палка стреляет блин жалко что ветряк пропал я не знаю что это вроде я не удалял этот вот а потом пацан пропал куда-то а сейчас ставить это в поле такие бабкина там полтора миллиона долларов он стоит кошка высоковато авто драйв нету ну курс скорее все остались если я сейчас получается авто драйв опять поставлю курсы наверно появится наверное 600 часов уже на этой картине играл это капец просто на суворовском всего лишь 30 пока что она не знает что-то как-то если там я не знаю если удалить коровник вот эти вот высотки полностью снести базу к чертям основную то можно конечно попробовать вместо высоток можно поставить там вот есть пак на официальном сайте с европейскими домами они правда конечно стоит до хрена но их на река можно сделать бесплатно и понаставить их там и тоже будет выглядеть неплохо какая будет в европейском стиле девушка потому что ты минут в той области fps садят конкретно у его я думаю пора заканчивать поэтому давайте закончим и все всем спасибо за просмотр увидимся следующей серии и всем пока